здравствуйте дорогие друзья и так замечательно в нашей главе бар есть такое 50-м годе юбилейном годе очень много материала еще много интересного глубокого но давайте вот о чем по философскому чуть-чуть написано и осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее это первое вообще в мире вдруг ни с того ни сего в обществе живущим рабовладельческими какими-то понятиями появляется идеология отпустить рабов обратите внимание в америке сегодняшняя крупнейшая страна мира и так далее в ней вообще раньше особенно были сильными библейские традиции и 20-й псалом это знаменитый господь мой пастырь его знают все на долларах бумажках что написано написано на долларах бумажка господь мой пастырь мы уповаем на бога in god the trust в столице штата алабама например в муниципалитете украшает скрижали завета с десятью заповедями перед ходом штаб-квартиру он написанной перекрут мечи на орала то есть все там еще фигура в учащище все в порядке но есть еще интересно наконец-то колоколи свободы знаменитым главным символе одни самых главных формах со статуи свободы выпиты слова из сегодняшнего раздела торы объявите свободу на земле всем жителям и и так написано из горовой биар у этого колокола кстати очень интересная история которая относится к нашему рассказу еще 1700 в каком-то году он впервые был значит с башни независимости в консервании прозвенел собирал граждан на первое публичное чтение декларации независимости потом принято было решение отлить специальный колокол во знаменование 50-летней годовщины принятия вот хартии привилегий это был документ основополагающий и вот стих стих этот по икра из-за икры в америке конечно в левитах подошел к колоколу и написали как про юбилейный год йодель на это такое важное событие однако колокол этот интересно что знаменитый не тем что он с хартии а тем что он треснул и в конце там 1553 год был когда его повесили для пробного звона стукнули все нет звука колокола расплавили добавили еще там медь все опять не работает плохо переложили это уже второй потом он опять треснул и очень интересно треснуть она росла и вот в день рождения джорджа вашингтона знаменитый колокол признали негодным и с тех пор есть одна традиция америке в день независимости 4 июля к нему как бы похлопывает войну символически звонят вот не странно что случайно монет в этом мире символом америки стал дефектный предмет такой впрочем обратите внимание это есть и другие страны в россии например не стрелявшая царь пушка там или расколовшийся царь колокол символы египет видят с носом отбитым сфинкс тоже получается что сам дефект становится частью как бы славы достичь или раскручиваем и вот сказали мудрецы из этого все размышляя над своей жизнью мы иногда приходим в уныние часы тикают все быстрее с каждой минутой проходит жизнь у нас только отдел мы ничего не успели там недостатки характер то есть что делать как как вы сумеем наконец взять руки штурвал жизни что это уже вот казалось бы там 30-40 50-90 к сколько нам легко упасть в отчаяния и все же не случайно именно треснутому колоколу было суждено объявить свободу на земле ничто в мире несовершенно говорит нам это все не символы не люди у каждого из нас есть свои трещины но даже в самом несовершенном потреснутом человеке так сказать заложена способность объявлять свободу настоящую потому что подлинная свобода это умение властвовать над собой написано управлять своими побуждениями не давать ими управлять нами и такая свобода она достижима но в том случае если мы какое-то отношение которые имеем где-то урок услышали где-то тянемся хотя бы хотя бы тянемся немножко и тогда да тогда она и проникая в душу уже тогда вот это трещина заполняется словами торы так написали великие мудрецы сейчас много войн на земле сейчас много все люди дерутся за землю за надо обращаться крови на вот знаете был такой чтобы закончить наш урок были двое соседями вечно не могли договориться кому принадлежит кусок земли там драки распри в общем подошли в результате скандала пришли они к раввинам рассказывает оба ему свою версию о раввин пока они вместе на спорном участке находятся вдруг лег на землю и ухом слушает слушает они остановились в чем дело говорит он говорит понимаете каждый говорит что это его земля а я решил узнать у нее само что она говорит послушай она говорит они оба мои поэтому надо понимать что все мы принадлежим оттуда пришли туда придем надо не тратить свое время на войну на на распри на глупости немножечко продвинуться по духовной шкале барховая слаха и и